В нашей студии мы Ромска. Вячеслав Двораковский, Вячеслав Викторович, приветствую. Вот как раз сейчас мы говорили об уборке улиц от снега. Почему-то в последние годы это вдруг стало проблемой, что ли. Хотя, как говорят синоптики, осадков стало больше, но ненамного. Вот в чем причина? Может быть, вовремя не успели технику запастись? Тогда у многих возникает вопрос, все слышали, о предложении губернатора с техникой. Если дело не в этом, может быть, тогда сфера ответственности была перекинута на бизнес, на частный сектор, чтобы, мол, сами, или в чем-то еще? Причина в том, что об этом много говорят, в чем, да? Ну, это действительно трудно объяснить. Почему? Потому что мы сейчас вот вывозим в этом году с улиц, ежесуточно достигли уже 8 тысяч кубических метров снега в сутки. Работаем круглосуточно, где-то порядка 390 единиц техники выходит для этой цели. Вот. Пять лет назад вывозили ровно в два раза меньше. Вот. Мы сейчас дополнительно к этому, что уже имеем как результат, отторговались, привлекаем технику. Числа с 15 февраля она уже выходит. Это дополнительно, значит, подрядная, так сказать, организация, которая выигрывает торги. Вот. И мы приобретаем еще, значит, десяток самосвалов, снегоуборочные машины. Вот. Ну и, так сказать, для полноты информации... Позвольте уточнить, не поздно ли сейчас? Все-таки уже февраль, может быть, чуть раньше надо было, если не хватало техники. Вот. Мы на сегодняшний день вывезли 430 тысяч кубических метров снега. В прошлом году на эту дату мы вывезли на 80 тысяч меньше. Если позволите, да, вот буквально два дня назад была информация, получили от коллег Кемерово, в два раза меньше, город по площади, вывезли миллион семьсот. Вы знаете, в этой части, вот те величины, которые я назвал, они выверены абсолютно. Областные коллеги нас проверяли и продолжают, так сказать, контролировать. Поэтому вот это достоверная совершенно информация. Этих объемов достаточно? А? Вот нет. А тут как раз давайте это... По порядку. К объективности ближе, да. Вот. Вчера на видеоконференции, которую проводил представитель президента, ТОНС докладывает, что они там вообще в сутки вывозят почти по 30-35 тысяч, причем тонн снега. Это гигантские совершенно величины, поэтому я за них не отвечаю, мы говорим то, что есть. Но то, что много говорят о снеге, вероятнее всего, хочется, чтобы совсем не испытывать никаких трудностей зимой, да. Вот. Понятно, что мы получаем критику, достаточно, так сказать, объективная бывает. И связано это с тем, что проезды межквартальные, дворовые территории. И никто не делает разницы, что во дворе он должен убирать правильная компания, кто-то дом эксплуатирует. Вот. А межквартальные проезды это наши. Да, мы не успеваем. Мы это делаем с опозданием. И, конечно, там условия не самые лучшие. Но мы, опять же, объективно говорим, техник у нас не хватает. Нам нужно ровно на два умножить то количество, которое у нас есть, причем специальной техники. Вот. И тогда ситуация будет намного лучше, потому что нормативы-то сейчас очень жесткие. Вот закончился снегопад, зафиксировали время, через шесть часов мы должны проезжую часть привезти в соответствие. Вот. С тем набором техники, который мы располагаем, мы это сделать не можем. Возникает вопрос такой, если ее не хватает, ее ведь, наверное, и раньше не хватало. А почему мы ее раньше тогда не закупили, не взяли в аренду, не договорились об этом? Ну, если на памяти есть, то и 2014 год, и 2015 год мы приобретали технику по 25-30 единиц. Мы добавляли, находили ресурсы. Но, чтобы полностью обеспечить потребность, ну, для этого нужны финансы, которых в данном случае... То есть, это денежный вопрос, наверное, главный, да? Да. Исключительно обеспеченность финансового бюджета города Омска не позволяет сделать все в рамках норматива. Ту помощь, которую предлагал губернатор, она ведь тоже, наверное, небезвозмездно была, или технику я имею в виду? Вы помните, прошлый год, теперь уже позапрошлый, да, 23 октября, мобильный снегопад. И тогда мы приняли помощь, которую губернатор предложил. Это была дорожная техника, в данном случае для вывозки снега, из казенного учреждения Омской области, которое содержит дороги Омской области. Они приехали, поработали, но бесплатно сегодня работать никто не может, потому что у них такая же проблема с бюджетной обеспеченностью. Поэтому они какие-то свои внутренние резервы на три дня как-то отмобилизовали, вывезли 8 тысяч кубов снега, и на этом завершилось. Поэтому, ну, требовать от них большего было без оплаты, просто, можно сказать, не стоит. Вот, а сейчас мы 6 миллионов дополнительно в бюджете нашли, вот, за счет сокращения других расходов. Вот, торговались, будем привлекать технику, таким образом мы значительно увеличим объем вывозимого снега. Ну, и кроме того, что мы говорим о проезжей части, да, вот, я считаю, что интенсивно работают наши бюджетные учреждения, и, так сказать, рачительно используют все ресурсы и те механизмы, которые мы располагаем. У нас еще, ведь, много очень снега на территориях, которые принадлежат там учреждениям, организациям, предприятиям и так далее. И во дворах домов очень много, это тоже вывозить надо, потому что не только о проезжей части нужно говорить, нужно говорить о предстоящем паводке. Как раз сейчас о нем хотел спросить, действительно, вот, в последнее время все больше новостей, причем таких, что паводок неизбежен, город поплывет, возникает вопрос, может быть, просто если снег своевременно вывозти и не поплывем, или дело не в этом, и как тогда вообще город готовится к минимизации последствий паводка? Ну, вот, прошлый год, наверное, помнят, да, тоже был достаточно снежный, и тоже были определенные опасения по поводу паводка. Я считаю, что город прошел паводок очень успешно, вот, были, безусловно, места, где это происходит, так сказать, дискомфорт, воду не успевали мгновенно убрать, но, тем не менее, без всяких потерь и, будем говорить, так сказать, трагических последствий. В этом году, мы отчетливо понимаем, будет сложнее, поэтому... Сложнее почему? Снега больше или техники меньше? Нет, снега больше. Техника, так сказать, столько же, но мы сейчас добавляем, поэтому мы стараемся минимизировать. Но снега больше. Вот на сегодня уже выпало снега больше, чем за весь прошлый год. Вот, все видим, как интенсивно, он, так сказать, нас заваливает город. Вот, поэтому мы обозначили задачу и частному сектору. Кстати, на полигонах, где сладируется снег, вывезенный из города, мы предоставили, так сказать, бесплатные талоны, выдаем, чтобы, ну, так сказать, это препятствие снять. Тоже не у всех... Там другая проблема, там для частного сектора, например, дорого нанимать КАМАЗа, но это тоже помощь. Да, ну, в прошлый год мы подсчитали опасных мест паводка 600, значит, в этом году, полагаем, она вырастет от величины до 800, но по сравнению с прошлым годом отдельные меры были приняты. И на улице 22 декабря дополнительные водопропускные трубы положили и на окружной дороге. Вот. Основная опасность у нас это таяние снега на полях Сибнисхоза, Красноярский тракт, так сказать, окружная дорога, это, так сказать, в Октябрьском округе второе место, озеро Маховое в Ленинском округе, улица 22 декабря и так далее. Вот эти вот, будем, сложные места. Ну, и аэропорт тоже, так сказать, дает очень серьезный, так сказать, поток воды при таянии снега. Понятно, уклон в сторону континента. Вот. С аэропортом работаем, чтобы они тоже, так сказать, снег вывезли хотя бы тот, который счистили с полосы. Одним словом, мы добавили в наши технические инспекции по одному человеку, в один округ два человека добавили. И сейчас проходим по дворам, по предприятиям, чтобы выполнялись правила благоустройства, коим относятся и вывоз снега. Ну, и увеличиваем сами объем возземного снега. Так что мы к поводку готовимся. Это я отдельно только передал, рассказал, вернее, моменты. А так, это большой очень набор мероприятий, учитывая, что мы в прошлом году осенью систили ливневую канализацию, чего раньше никогда не делали. То есть у нас ливневая канализация весной, пролить нужно горячей водой, и мы уже... И, возможно, она поможет. Безусловно. Безусловно. Еще одна проблема, тоже актуальная, это пассажирские перевозки. Вы, к слову, сами вот когда последний раз общественным транспортом пользовались, как вам? И многие сейчас вот эту ситуацию, которая сложилась в городе, называют не иначе, как войной между муниципальным транспортом, муниципальными пассажирскими предприятиями и частниками. Когда она закончится и, главное, чем? Для пассажиров, в первую очередь. Ну, задача поставлена следующая. Значит, сохранить муниципальный транспорт. Я, если буду повторяться вот с этим тезисом, то я буду делать сознательно. Вы, ну, сразу, чтобы понятно было, в ущерб частнику или как-то это в равных... А дальше давайте разберемся. А закончится тем, что хуже условия для пассажиров, которые пользуются общественным транспортом в городе, не должны быть ни в коем случае, а нужно сделать только лучше. Вот чем это должно закончиться. Что касается войны, с чего вы начали, да? Ну, не было закона, который бы мог, так сказать, регулировать вот этот рынок, да? Вот эту услугу. Появился закон, и по нему нужно сделать таким образом, чтобы все работали в рамках этого законодательства. Поэтому есть большая группа нелегальных перевозчиков. Те, которые никогда не регистрировались, те, которые никогда не платили налоги. У них была просто, так сказать, лицензия на перевозку, которая дает право, так сказать, вот, участвовать на не выполнение никаких дополнительных требований, в том числе не выплачивая налоги. Вот эта категория должна с рынка уйти. Закон не позволяет им работать. Поэтому наша жесткость в выполнении закона – это жесткость в выполнении закона, не более того. И поэтому к нелегалам у нас такое отношение. А у них позиция иного свойства. Они в течение 15 лет получали очень хорошие доходы, сверх рентабельные. Так вот, для яркости. Они сейчас руководствуются 220-м ФЗ, по которому, мол, с ними неправомерно расторгли договоры, хотят. У них вроде все было конкурсом. Вот они сегодня, почему ощущение войны, да? Потому что они спекулируют и используют общественное мнение для этого. И ситуация такая. Муниципальный транспорт находится в сложной ситуации. Эта ситуация, она накопилась годами. До 2012 года почти миллиард рублей область выделяла на муниципальный транспорт. И поэтому стоимость проезда была невысокая. Потом, так сказать, бюджетные правила изменились. И вынуждены были, так сказать, и цену, стоимость проезда увеличивать, и потери эти компенсировать ресурсов в бюджете не хватало. Транспорт испытывает муниципальные колоссальные трудности. Принимают серьезные меры за счет внутренних резервов сокращения различные и так далее. Поэтому он еще до сих пор жив. И на этих трудностях сегодня спекулируют те, кто не хочет работать в рамках законодательства. Потому что он теряет колоссальные доходы. Понимаете? Ни налоги никто не оплачивает, ни технического осмотра, ни медицинского контроля нет. Ни социальных никаких платежей водителям нет. Ни зарплаты, так сказать, соответствующие. Ни стажа у людей нет, ничего. Вот просто, так сказать, работают ради большой прибыли, сверхприбыли. Вот это та категория, которая поднимает вопрос. В основном все перевозчики – это люди добросовестные. И мы сегодня выстраиваем отношения в рамках закона. А почему, так сказать, напряжение еще возникает? Потому что изменения идут. А всякие изменения от привычного, да, устоявшегося, они всегда вызывают какие-то, так сказать, какое-то недовольство. Особенно если они жизнь ухудшают, тем более. Да, совершенно. Как пассажиры говорят, дольше стоят на остановках теперь. Маршрутке удобно было? Приехал, поехал. А вот зачастую не все рейсы, да, не все маршруты, но вот… Значит, да. Мы следим за этим, реагируем на все обращения граждан и стараемся так, чтобы хуже не было. Но мы обязаны сделать таким образом, чтобы мы работали строго по закону и сохранили муниципальный транспорт. Объясню почему. Если только мы муниципальный транспорт увидим с рынка, оставим только перевозчика, то завтра они будут диктовать условия и по маршрутам, и по ценам. Назначат 50 рублей и никуда не денешься. А у нас программы разрабатываются гибкие. Сегодня мы маршруты усовершенствуем только в той части, где они дублируются. Мы отторговываемся для того, чтобы нанять специализированную организацию, имеющую научную базу, чтобы нам сформировали маршрутную сеть, наиболее оптимальную. И тогда пассажиры должны почувствовать улучшение. И есть системы гибкие. Для примера приведу. Высказывают опасения, что теперь сейчас будут с пересадками ездить. Мотивом этому является то, что у нас километр самый дешевый в России. Стоимость проезда не самая дешевая, а километр самый дешевый. Почему? Потому что у нас маршруты очень длинные. И это достаточно сложное предприятие работать прибыльно. Гибкие системы. Поскольку есть электронные билеты, человек может приобрести его и на час, и на полтора, и сделать за это время и 3-4 пересадки. А если интервалы движения будут приближены к потребности 5-6-7 минут, то ситуация будет налаживаться и будет только улучшаться. Тема большая, но... По нашим пробкам-то не так часто, а так просто можно будет проехать. Да, вектор вот такой, задачи вот такие. Я думаю, у нас хватит и силы, и воли все в рамки закона ввести, и пассажиры должны почувствовать все равно участие. Владимир Викторович, это будет все-таки синтез частников и муниципалов, и когда вот это облегчение, о котором вы сказали, вот в полной мере пассажир все-таки почувствует? Сколько времени для этого нужно? Я думаю, что сегодня ухудшения не будет, а улучшение наступит к концу 2017 года. Потому что пока будет работать эта организация, которую мы привлекли, потом ее результаты начнем реализовывать, и тогда только почувствуется. Еще один вопрос, который многих волнует, это ремонт дорог. Вот что сделано для того, чтобы больше не происходил этот сам ремонт, что называется, под снег, там асфальт в луже, все мы помним, хватит ли денег, и, что самое главное, каким будет качество этого ремонта? Ну, это вы, так сказать, опираетесь на 2015 год, да? Действительно тогда... Ну, очень просто в памяти хорошо впечатлялось. Вот все такие вещи не запоминаются, да? Тогда торговались в августе, во второй половине, и поэтому нужно было успевать освоить ресурсы, поскольку потребность дорога колоссальная, и возвращать деньги, конечно, было жалко. Были издержки, была критика, все воспринято объективно. В 2016 год ситуация уже была другая, объем был в два раза больше, но в два этапа работы были выполнены в нормативные сроки, так сказать, ну, благоприятные, точнее сказать, в благоприятных условиях. Теплое время года с учетом, так сказать, сухой проезжей части и с хорошей организацией контроля, чтобы качество было высоким. Вот, в этом году мы предполагаем сделать это тоже в такие же сроки, потому что подрядчики готовятся. Сегодня перечень дорог утвержден, и об этом... Ну, утвержден он и на уровне федерального министерства. Вот, я думаю, что буквально вот где-то к первому марта должна быть ясность уже по финансовым ресурсам, а всем известно, что это федеральный денег 500, 450 местный дорожный фонд, 50 софинансирования города, то есть миллиард. Вот, когда все это будет формализовано, объявляем торги, подрядчики готовятся, я уже неоднократно говорил, я знаю отдельное даже в Германии, приобретают оборудование, и к дорогам уже к ремонту подходим с таким учетом, чтобы дифференцировано, где какой ремонт, чтобы преиспользоваться современной технологией. Это будут дороги более долговечные и, можно сказать, более безопасные. Переделок меньше будет, по сравнению с прошлым годом. Да, совершенно верно, совершенно верно. Вот, я думаю, что мы в прошлом году сделали 1 миллион 248 тысяч квадратных метров. Вот, в этом году будет где-то около миллиона. Таким образом, 2,5 миллиона – это 25% наших дорог с твердым покрытием. Я думаю, это хорошее движение, хороший шаг, и программа эта не прекращается. То есть, и такими темпами через 4 года, в принципе? Через 4 года мы в норматив приведем, а потом нужно нам очень серьезно думать о строительстве дорог, да? Надо сеть дорожную развивать, надо. Она у нас намного меньше, чем требуется для миллионников с такой протяженностью. Нам нужно очень серьезно думать о ливневой канализации, дабы эти сделанные дороги сделать более долговечными. Потому что, мы знаем, это проблема, да? Подтапливание и опорная поверхность, так сказать, не всегда выдерживают нагрузки. Ну и, конечно, использовать нужно ресурсы для того, чтобы строить путепроводы, развязки и так далее. Тогда это усовершенствует намного дорого-транспортную сеть. В продолжении дорожной тематики еще один вопрос, который, ну, как минимум, несколько сотен тысяч автомобилистов волнует – платной парковки в Омске. Быть им, не быть, если быть, то где? Сколько платить за это придется? Если нет, то почему мы отказываемся от неплохого способа деньги в бюджет? Привнести и избавить гротов от пробок? Чтобы получить деньги, нужно вложить деньги, да? Логично. Формула, да? Вот. Не получилось принять такое решение в городском совете. В цене не сошлись? Нет, предложение было следующее, что мы отдаем подрядчику для того, чтобы они вкладывали, ну, инвестору, правильнее сказать, на определенных условиях. И тогда эти парковки начнут работать. Городской совет с нами не согласился. Мол, это должен делать бюджет. Но бюджет на это выделить ресурсы не может. Поэтому мы будем предлагать... Частно-государственное партнерство. Частно-государственное партнерство. Вот мы будем предлагать варианты, так сказать, какие-то, чтобы получить согласие, одобрение и чтобы пришли инвестиции. На ваш взгляд, должны быть платные парковки в Омске? На ваш взгляд, платные парковки должны быть? Конечно. Если примерно хотя бы, то на каких улицах бы? И сколько примерно, ну, по-вашему, не... Ну, то есть, по карману будет водителю 20-30 рублей за час? Ну, я думаю, что именно в этом размере примерно и шло обсуждение. Что ближе к центру там до 30, чуть подальше от центра в районе 20 рублей. Ну, и я думаю, что нужно планировать и сделать парковки хотя бы на 4-5 тысяч автомобилей, вот, начиная от центра и на, так сказать, определенном удалении. Вот тогда и ситуация на дорогах немножко разрядится, и газоны мы спасем, и удобства будут, и, может быть, чистить улицы и дороги, и так далее. А так ведь у нас проблема порой и очистить. Весной или летом, когда к этому вопросу? Решено вернуться весной или летом, когда к этому вопросу? Я думаю, что в этой сессии мы вернемся к этому вопросу. Вячеслав Викторович, такие политические вопросы, но которые тоже беспокоят, волнуют. Вот коррупционный скандал с департаментом имущественных отношений, архитектуры, градостроительства, ну, вызвали огромный резонанс. Хочется понять, с чем все это связано. Вот неудачная команда была подобрана, дурное наследие вам досталось все-таки, и роль эту сыграла свою, или, может быть, запутанность законодательной базы во всей этой сфере? Вот ровно сколько бы вопросов назвали, каждый из них должен быть отдельно, что же называется, освещен, да? Но поскольку в рамках передач у нас такой возможности нет... К сожалению, наверное. Да. Скажу следующее. Вот что касается департамента архитектуры, да? Это сложная, так сказать, коллизия законодательная. Вот. Две процедуры выделения земельных участков, они с определенными деталями, которые не учтены в законе, можно было толковать и так, и так. И вы видите, что Межведомственная комиссия все-таки оценила, что нет умысла, нет, так сказать, преступного деяния. И сегодня вопрос находится, как мы видим, уже более года в суде, пока, так сказать, завершения его нет. Значит, видимо, действительно сложный вопрос, и наверняка и суд, и следственные органы занимаются этим так долго, чтобы не допустить ошибки. Вот. Потому что, ну, человека нельзя наказать, так сказать, если он того не совершил. Видимо, в этом сложность. Что касается других нарушений, там явно, так сказать, совершены, так сказать, ну, преступления. Вот. Ну, что делать? Это дурная судьба или команда, которая неудачно была подобрана, скажем? Ну, вот там, где выявлены эти нарушения закона, да, так сказать, деяния преступные, да, это все люди, которые работали в этом, у нас в администрации города Омска, а не из вновь пришедших. Вот. Поэтому, ну, так сказать, как говорят, я не люблю это выражение, человеческий фактор, да, потому что человек – это не фактор. Ну, вот. В кадре решает все. Да, ну, вот человек, оказывается, допускает. Вячеслав Викторович, если говорить о взаимоотношениях мэра и губернатора, вот считаете ли вы, что между городом и областью трения, назовем это так, неизбежны, или это, в принципе, только омская традиция, что ли? Неоднократно было сказано о том, что вообще в законодательстве вот эта проблема заложена. И это объективно. вот, потому что на селе ситуация, может быть, даже хуже, чем в городе, по большому счету. И у губернатора всегда выбор, да? Ну, может быть, он не всегда оформлен, так сказать, так, благозвучно, что ли, да? Вот. Но, тем не менее, вот в адрес города мы порой получаем критику, которую воспринимаем как несправедливую, да? Ну, а межбюджетное отношение, вот именно недофинансирование полномочий, которые мы должны исполнять, они вот заложены. И обратите внимание, по сути, в стране это давно, во всех территориях есть определенные проблемы этого свойства, связанные с законодательством, неурегулированностью, так сказать, полномочий и финансирования. Но, тем не менее, не удалось исправить это в целом и выровнять. Значит, это глубокая проблема. Не только омская традиция. Не только омская традиция. Просто в Омске, вот, наследие наше, так сказать, там, 98-го года, да? Вот оно настолько, так сказать, закоренело, настолько силу приобрело, что, вот, так сказать, сейчас все попытки от этого уйти, все равно оставляют ощущение наличия вот этого противостояния. Вячеслав Викторович, еще раз мэром готовы стать? Я помню, вы говорили, что вроде как нет, но вдруг передумали или не передумали? Значит, что было, какое решение было принято, какое мое отношение к этому было, оно и осталось. Я считаю, что городской совет поддержит. В рамках устава мэр должен по итогам предыдущего года отчитаться на одном из трех последних заседаний городского совета. Вот я думаю, вы видите, стоит отчет. И, как я говорил прежде и повторю сейчас, я почувствую оценку и населения, и депутатов городского совета, и всех, кто заинтересован в том, чтобы подвести итоги. И только тогда приму решение, что делать дальше. На ваш взгляд, тогда такой вопрос. Мэр, которого изберут депутаты и губернатор, он будет, они сами горожане, да, он будет лучше или хуже управлять городом, чем всенародно избранный? Ну, лучше и хуже, во-первых, на это влияет личностное качество, да, подготовка человека, поэтому мы это обсуждать не будем сейчас, да? Вот. А условия, в которых он окажется, я думаю, лучше не станут. По одной простой причине, что вот мэр всенародно избранный, да, это история всего 20 лет, да, 20-летняя история. Еще никто толком ничего не понял, даже проблема, которую мы только что обсуждали, бюджетного, так сказать, урегулирования, даже она не решена. Вот. И теперь мы опять меняем условия, в которых будет работать мэр, да, я думаю, что любые перемены, а особенно резкие, как восточные люди говорят, всякая резкая перемена – это разрушительные последствия. Вот. Любые резкие перемены не прибавляют благоприятных условий для работы мэра, поэтому дополнительные сложности все тут появятся. Все-таки вы сами за новую схему или за старую новую, или все-таки за то, чтобы мэр был всенародно избранный? – Я думаю, если бы система, так сказать, общих выборов мэра, как мы говорим, всенародных, сохранилась бы лет на 50, можно было тогда подвести итоги, а хороша она или нет. – То есть 20 лет мало? – Я думаю, это очень мало. – Вячеслав Викторович, 17 июня 2017 года, день, когда официально истекает ваши полномочия как мэра этого дня, с какими чувствами, эмоциями ждете или не ждете? – Я в одном из выходных посмотрел то, что было сказано в 2012 году, в течение двух месяцев предыборной, так сказать, кампании, и то, что мы на форуме посмотрели, то, что мы отсчитываемся и так далее. Поэтому чувство одно – по максимуму еще сделать то, что можно сделать. Других нет чувства. – Не ошибается тот, кто ничего не делает, и ошибки, наверное, есть у каждого, вот только не каждый способен их признать. Главная ошибка мэра Вячеслава Двораковского – это? – Я не знаю, выделите главную ошибку. Уже спрашивали об этом, я говорил. У нас имущественный комплекс, то есть департамент имущества, он, ну, будем говорить, не отвечал требованиям времени, и мы очень долго разбирались. Надо было это сделать энергичнее, потому что это сильно повлияло на предпринимательскую среду, вот выделение земельных участков, аренды различные, там, так сказать, имущественные дела и прочее. Вот они предпринимателям помешали. А это плохо, это на атмосферу, деловую атмосферу города плохо влияет. Поэтому вот здесь я считаю, что медленно действовали и не получилось наладить такого тесного контакта с предпринимателями, потому что это люди, так сказать, которые вкладывают гигантские усилия в то, что они делают. Считайте, каждый же сам ведет дело на свой страх и риск. Вот я это отношу к самому большому впечатлению. И все-таки, подводя итог, вот после 17 июня, многих, наверное, это интересует, все-таки, вот чем бы хотел заняться экс-мэр Вячеслав Двораковский после 17 июня, он уже будет экс-мэром, все-таки политика или хочется спокойной жизни, потому что, ну, непростая была работа? Как сказал один из депутатов, не помню, на каком сайте в интернете о том, что я не пойду работать мэром, потому что не хочу гробить свое здоровье? Это очень сложная и ответственная работа. Вот. Ну, я считаю, что команда в городе квалифицированная, что самое главное, ответственная. И, хоть у нас есть масса трудностей, но, тем не менее, мы все время ощущаем, что прирастает эффективность деятельности команды, и это очень важно. Я думаю, что вот все-таки после отсчета я скажу, чего мне больше хочется. Сейчас. Не раскроете тайну пока. Нет. Или вы не определились все? А? Или вы не определились, или вы не хотите пока говорить? Я не определился, потому что мне главный ответ на этот вопрос даст отсчет. Спасибо большое, что нашли время на эту обстоятельную интересную беседу, что пришли к нам в студию, потому что, ну, я думаю, что не только мне. Большинство мячей было очень интересно. Редактор субтитров А.Семкин